Аватарой является божество, которое снизошло в нижние миры, пребывая в каком-либо воплощении для определенной духовной цели, как наставника высшего порядка, дабы передать человечеству необходимые знания на определенный период времени. А те, в свою очередь, должны будут эти знания записать на какой-либо удобный им или доступный носитель и хранить их, передавая потомкам в перевозданном виде без искажений. Поэтому допускаются до них только самые опытные и посвященные в традиции люди. В неоплатонизме такой путь Аватары бы назвали эманацией, нисхождение божественной сути до самых низов, передавая частицы себя через поэмы, творческую энергию. А посему чаще всего в этической традиции для передачи информации используют танцы, мантры, как песнопения. Также Аватара оставляет человечеству наставление, то в каком качестве и когда он может воплотиться вновь. В последующем в буддизме таких личностей стали называть ламами, те, кто способен преодолеть колесо сансары и являются в человеческий мир по своей воле, сохраняя память о все своем воплощении и сохраняя все знания. Помимо понятия Аватара, также существуют Маха Аватары или Великие Аватары, которые являются людям реже, но его влияние на мир столь высоко, что он оставляет информацию о себе на грядущие тысячелетия. В ведической культуре к таким Аватарам относятся Кришна, Рама, Гаутама Будда и бессмертный йог Бабаджи, который оставил свое наследие в Крия-йоге, а также периодически является в наш мир и сам, как правило, в образе юноши, не рождаясь, а возникая сразу воплоти и также уходя. Большинство из Аватар представлены в ряде Пуран. Они хоть и могут являться для современного человека чем-то вроде Белин или древнего фэнтези-эпоса о битве дэвов и асуров, но для большинства людей, исповедующих древние ведические традиции, Пураны являются каноном. Так все десять основных Аватар Бога Вишну даются в Гору-да-Пуране и называются они Даши-Аватары. МАТСЬЯ В этой Аватаре Бог Вишну пребывал в земном мире в образе рыбы, дабы спасти многих риши, растения от потопа, и седьмого ману Вайвасвату, проводца расы, а также спасает четыре веды, Риг-веда, Яджур-веда, Самаведа, Адхар-Ваведа, одолев демона Хаягриму. КУРМА Воплощенный в образе черепахи, Вишну погружается на дно молочного или мирового океана, дабы отыскать затонувшие после потопа артефакты. Боги вместе с Асурами устраивают наверху черепахи искусственную гору Мандару, чтобы обмотать вокруг нее змея Васуки или Шешу, царя всех нагов, а затем начать пахтать мировой океан. Сие действия в ведах называются Самудрама-Тхан, посредством чего боги и Асуры добывают Амриту, напиток богов, дающий бессмертие, Лакшми, богиню благополучия и счастья, Луну, полубогинь Абсар, Рабху, Сурабхи, корову, исполняющую желания и другие артефакты и существ. Вараха Асура Хираньякша, золотоглазый, топил землю в мировом океане. Дабы не допустить сие злодеяния, бог Вишну воплотился в вепре и в таком обличии сразил демона после тысячелетней битвы с ним. Нарасимха В этой аватаре бог Вишну пребывает в образе чудовища с телом человека и головой льва, дабы избавить землю от тирании Асуры Хираньяк-Кашипу, разорвав его на куски. Вамана Однажды царь Дайта в Бали или Махабали продвинулся своих аскетических подвигов настолько, что захватил власть над Трилокой, Трилоки, земную, небесную и подземную, вместе с тем и подчинив их управителей и дэвов. Тогда мать богов Адити воззвала к богу Вишну о помощи и откликнулся тогда, приняв облик карлика. Следующий из многих его аватар, дабы сразить царя Асуров хитростью, он просил у Махабали столько земли, сколько сможет отмерить своими тремя шагами. Получив согласие, Вишну первыми двумя шагами покрыл всю вселенную, но от третьего же шага воздержался, после того, как Махабали предложил под него свою голову. Парашурама В этой аватаре Вишну воплотился в сына Брахмана Джамадагни Парашураму, чтобы истребить своей силой множество кшатриев и передать в оглавенствующее управление над миром Брахманом. Рама Во второй из юг Трета-юги Вишну пребывает в образе идеального царя и мужа в городе Айдохи. Кришна Является источником всех аватар, как верховная форма бога и самого Вишну. В этой аватаре Вишну является в два пара юги третья из четырех юг, которая длится 864 тысячи лет. Гаутама Бунта В этой аватаре Вишну пребывает в Кали-юге. В индуизме его миссия направлена на то, чтобы отвести ассуров в ответ, внедряя в их умы их неправильность, дабы те более не овладели древними знаниями дэлов. Калки В самом конце Кали-юги Вишну должен явиться и восстановить Дхарму, вселенские законы, порядка и возродить мир. В Бхагавата Пуране даются еще 22 аватары Вишну. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...